Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «Разговор о медицине». И сегодня у нас тема «Уход за полостью рта у пациентов с сахарным диабетом». И у нас сегодня в студии замечательный доктор, заведующий стоматологическим отделением номер 10 стоматологической поликлиники города Ульяновска Соломатина Надежда Николаевна, кандидата в медицинский наук, врач высшей категории. И сегодня мы ее пригласили на такой разговор. Здравствуйте, Надежда Николаевна! Здравствуйте! Надежда Николаевна, первый вопрос будет звучать так. Я уже сказал, какая тема у нас, да? И поэтому скажите, пожалуйста, какие наиболее распространенные стоматологические заболевания именно у пациентов с сахарным диабетом? На сегодняшний день один человек из десяти пациентов встречается у людей с сахарным диабетом. Сахарный диабет – это серьезное заболевание, при котором нарушается микроциркуляция сосудов. Под ударом именно мелкие сосуды. То есть кровоснабжение, да? Да, нарушается кровоснабжение. При этом люди с сахарным диабетом относятся в группу риска с такими стоматологическими заболеваниями, как гингивит, парадонтит, селоденит. Ну, сразу, может быть, расшифруем так, чтобы это людям было понятно, что это, воспаление чего? Гингивит – это воспаление края десны. То есть это есть разные, то есть легкая, средняя, тяжелая степени. То есть это именно воспаляется край десны без нарушения, то есть костная ткань не нарушается. То есть она не вовлекается в процесс? Не вовлекается в процесс. При парадонтите – это воспалительно-деструктивный процесс, то есть вовлекается в воспалительный процесс не только десна, но и костная ткань. То есть происходят уже деструктивные изменения. То есть, как правило, уже мы, когда делаем ортопантомограмму, мы делаем и видим остеопороз. То есть снимок, когда делаем? Да, когда делается снимок. Тоже есть легкая, средняя, тяжелая степени. То есть там уже не просто воспаление десны, да, то есть это уже образуются парадонтальные зубодесневые, парадонтальные карманы, затем подвижность зубов, то есть в зависимости от степени легкая, средняя или тяжелая. То есть даже, получается, потеря, может быть, зубов при этом, да, заболевания? Ну, если не лечить, да, то есть мы достигаем, как правило, ремиссии. Мы пациентов ставим на диспансер, научуясь с этими заболеваниями. То есть мы их приглашаем каждый, в зависимости, опять же, от степени. То есть наблюдение идет про диспансер. Под наблюдением, да, в зависимости от степени. То есть мы их приглашаем с соответствующей частотой посещений. Поэтому у этих пациентов, как правило, эти заболевания идут более агрессивно. И более затяжной характер имеют. Но при купировании общего заболевания, при снижении сахара в крови, наше заболевание тоже идет в ремиссию. То есть нужно тут набраться терпения как пациенту, так и врачу, да? Да, конечно. Но в целом достигается прям хороший эффект. Достигается результат. Нужно под наблюдением брать и общее заболевание, и, конечно, стоматологическое. Скажите, Надя Николаевна, а вот как часто, все-таки, ну, с какой частотой должен посещать пациент с сахарным диабетом? Первого, второго типа, именно вот врача-стоматолога? Ну, они должны посещать регулярно. Ну, вы уже сказали, да, есть, они как группа риска, получается, да? Да, да. Такие пациенты в нашем кресле оказываются ежедневно. Вот, потому что довольно большое такое распространенное заболевание. И поэтому эти специалисты, нужно приходить раз в полгода, ну, и по необходимости, конечно, нужно обращаться к стоматологу. При этом нужно обязательно проводить профессиональную гигиену полости рта, ну, и лечение по показаниям. А вот насколько важно, ну, при любом заболевании хроническом, да, особенно, если это острое заболевание, тем более, да, очень важно своевременно обращаться к врачу. Здесь своевременность тоже очень важна, вот при сахарном диабете и вот при заболеваниях именно полости рта. Да, многие заболевания стоматолог может же определить, то есть по полости рта, то есть по состоянию полости рта, то есть по слезистой. Например, при сахарном диабете уменьшается количество вырабатываемой слюны. То есть, если вырабатывается меньше слюны, то изменяется качество слюны. При этом изменяется микробиологический баланс полости рта. И изменяется состав уже бактерий. Микрофлора. Да, изменяется микрофлора. И поэтому нужно обязательно приходить к стоматологу. Также может измениться география сосочков языка. То это предвестник, например, лейкозов. То есть, например, если изменяется слизистый нащек, то это может быть лейкоплакей. То есть, это предраковое заболевание, которое может перейти в рак. То есть, в онкологическое заболевание. Наталья Николаевна, ну вот вообще есть много таких профессий в стоматологии тоже. Это вот врач-гигиенист, врач-стоматолог, парадонтолог. Ну то есть, вот человеку без определенных знаний сложно разобраться. Вот ему, к какому врачу именно идти, к какому специалисту. Именно для профилактического осмотра или там для профессиональной, как говорят, чистки зубов. Вот как тут разобраться? Современная стоматология имеет несколько профильных направлений. И, то есть, каждый узкий специалист работает в своей области. Для достижения хорошего результата в лечении, то есть, и для развития стоматологии в общем. Врач-стоматолог и врач-стоматолог-терапевт. То есть, занимается квалифицированным лечением зубов, слизистой оболочки, полости рта. При этом он проводит инструментальное обследование зубов, патологических зубодесневых карманов. Проводит дополнительные методы исследования. При патологии слизистой он направляет, если заметил, да, то есть, то он направляет к врачу-стоматологу-парадонтологу. Врач-стоматолог-парадонтолог, он владеет всеми современными и терапевтическими методами лечения тканей парадонта. И также владеет хирургическими методами парадонтологии. Врач-гигиенист, стоматолог-гигиенист, да, то есть, он может оценить домашний уход за полостью рта. Также он обращает внимание на, как пациент чистит зубы, владеет профессиональными методами удаления наддесневых, поддесневых зубного камня. И при повторном посещении проводит контролируемую чистку зубов. Также подбирает индивидуальную зубную пасту, зубную щетку, то есть, смотрит на приеме. И при, как бы, изменениях зубочелесной системы, да, то есть, в зависимости, какая патология, то есть, он подбирает его. — Надежда Николаевна, вот вы уже заикнулись об этом, да, вот про зубной камень. Вот насколько вообще распространены факторы какие-то, которые его провоцируют в образовании, да, ну и вообще, от чего он появляется, и как часто нужно все-таки посещать специалиста, чтобы вот именно избавиться от зубного камня. Я думаю, может быть, это, или просто, когда же скажете, может быть, это с чем-то связано, может быть, я не знаю, там, образ жизни человека, или там его профессиональная деятельность, потому что много очень, мне кажется, причин к этому приводит. — Зубной камень организовывается по естественному причине или при нарушении минерального обмена. — Чаще всего какой-то, какой фактор? И тот, и тот, да? — Да, да. То есть при естественном нарушении, да, то есть это, как правило, способствует несбалансированное питание, затем плохая чистка зубов, употребление большого количества чая, кофе, то есть все это имеет пигмент. Затем при минеральном обмене, при нарушении минерального обмена происходит тоже нарушение, образуется зубной камень. То есть это, как правило... — Ну, то есть получается и там, и там надо, да, то есть вот и тот момент не упускать, да, и этот тоже, то есть получается держать под контролем, да? — Конечно, да, да, да. То есть, да, то есть, ну, как правило, зубной камень образуется на нижней челюсти, то есть во фронтальном отделе. То есть чаще всего. То есть это первый признак. Зубной камень нужно убирать, как правило, по мере накопления. Или раз в полгода, или по мере накопления, если набирать. — Ну, в принципе, Надежда Николаевна, это тоже специалист подскажет, да? То есть, в принципе, я так вот сейчас вас слушаю, вот ваш ответ, да? Мне кажется, даже, может быть, и не надо человеку сильно задумываться, почему у него это возникает, да? Главное, чтобы это уже, как бы, да, просто убирать вовремя, и все, да. Потому что так или иначе, он так и так будет образовываться, наверное, да? — Нужно проводить профессиональную чистку гигиенополусти рта обязательно. То есть удаляем вот надесневый, подсвязь, десневой зубной камень. То есть если имеются продонтальные карманы, то есть этот продонтолог проводит уже хирургические методы лечения. То есть... — А вот по чистке зубов тоже, вот мы сказали, да, профессиональную чистку зубов. Вот сейчас много очень, и зубная нить есть, и ирригаторы различные, да? Вот как сориентироваться, что лучше? Вообще нужно их все использовать или все-таки вот что-то, чему-то давать предпочтение, на ваш взгляд? Нужно использовать зубную щетку, зубную пасту. Также в комплекс входит гигиена. Это, конечно, зубная нить или флосса, да? Ирригаторы, то есть используем обязательно, да. Ну, зубная нить или флосса, да, это используем, очищаем зубной налет в промежутках между зубами. То есть, потому что зубная щетка, зубная щетка, как правило, очищает поверхность зуба, очищает поверхность десны, поверхность языка мы чистим, да. А между зубными промежутками, конечно, лучше это зубная нить. И при применении зубной нити, да, флосс или флоссами, да, снижается развитие кариеса на 40-50%. Также существуют межзубные ёршики. То есть, они тоже прочищают продонтальные карманы, межзубной промежуток. Их широко используют при использовании тот, кто носит брекет-системы, то есть, кто исправляет вот прикус, да. То есть, это... Также нужно использовать ополаскиватели обязательно. То есть, это после применения зубной пасты, ополаскиватели, они содержат и кальций, и фтор. То есть, они не только, например, укрепляют эмаль, да, но и снижают чувствительность, уменьшают развитие размножения бактерий, то есть, streptococcus mutans. И ирригаторы используют в том случае, как правило, их применяют в своём комплексе гигиены, это при наличии в полости рта несъёмных больших мастовидных протезов. То есть, для удаления остатков из промежуточной части зубов. Ну, Надежда Камановна, вы, я вижу, подготовились к нашей встрече тоже, да. Вот я смотрю, лежит муляж, да, и вот зубная щётка, да. Мы уже заикнулись про зубную щётку. Скажи, пожалуйста, вот сначала сказать про, как говорится, про орудие, да, про орудие чистки. Вот зубные щётки, вообще, как понять, что она уже непригодна для очистки зубов? Как часто её нужно менять? И, может быть, посоветуете, как правильно чистить зубы, да, вот именно зубной щёткой? Во-первых, зубная щётка должна, то есть, мы её должны менять. То есть, зубную щётку меняем один раз в месяц, в два. Так часто? Мы меняем зубную щётку. Как бы срок её годности, это, например, существуют ворсинки, да, такие цветные ворсинки, то есть, это как бы индикаторы. Если они уже обесцвечиваются, то это говорит о том, что срок годности уже закончился с этой зубной щёткой. То есть, получается, надо брать зубную щётку с цветными индикаторами удобнее всего? Да, то есть, иногда мы замечаем, что у нас зубная щётка уже ворсинки расщепились, да, то есть, это уже будет такая зубная щётка, будет плохо очищать поверхность зубов и при этом может потравмировать слизистую десны. То есть, по ворсинкам ещё можно определять, по самим, да? Не обязательно уже даже индикаторы. То есть, если она вот расплющилась, то это уже всё пора. То же лазь, да. Также она должна, зубная щётка, содержаться в чистоте, то есть, если после того, как мы почистили зубы, нужно её ополоснуть водой, струёй воды и поставить в стаканчик рабочую щётку. Не кипятком, да, просто водой? Просто водой, под струёй воды, да. И поставить в стаканчик, чтобы вот жевать, то есть, рабочая поверхность была наверху. Ясно. Вот. При чистке зубов, то есть, мы визуально верхнюю и нижнюю челюсть держим, делим на три сегмента. То есть, получается у нас два, на верхней челюсти два боковых и фронтальный отдел, да. То есть, в боковых отделах мы чистим зубы выметающими движениями сверху вниз. То есть, и с нёбной поверхности также мы вычищаем, то есть, с нижней, сверху вниз. Вот. Горизонтальные движения мы используем только в области вот жевательных зубов. На верхней и нижней челюсти. В области фронтальных зубов тоже вот выметающие движения. Такие более щадящие, да? Более, да. Главное, зубную щётку не давить на зуб, иначе можно стереть эмаль зуба. И, то есть, это будут уже другие немножко изменения в полустиротах. Понятно, понятно, спасибо большое. Спасибо. Значит, Канн, ну вот про чистку зубов понятно, да? А вот скажите, пожалуйста, вот ещё такой вопрос. Ну, возвращаясь к теме пациентов с сахарным диабетом. Насколько всё-таки вот вреден сахар для зубов, и в каких продуктах он содержится, и как изменить свой рацион, чтобы действительно вот было меньше воздействия именно на зубы, именно вот сахара? Ну, пациенты с сахарным диабетом должны обязательно контролировать. Ну, они так и так, да. Да, да. Контролировать диету. И исключить легко из своего рациона это легко усвояемые углеводы. Это сахароза, глюкоза, да, лактоза. Потому что все эти углеводы очень любят бактерии, да, которые в процессе своей жизнедеятельности выделяют кислоту, и кислота воздействует на эмаль зубов, образуется очаг доминерализации и кариес. Вот. И когда мы покупаем с вами продукты, желательно, не хватает порой того, что нужно смотреть, из чего состоят эти продукты. Конечно, конечно. Потому что порой бывает недостаточно от того, что мы исключаем из своего рациона пирожки, конфеты, да, газированную воду, да. Но сахар может быть в таких продуктах, как макароны, да, то есть даже в рыбных консервах. Например, в одной столовой ложке томатного соуса находят 4 грамма сахара. Вот это много довольно-таки, почти целая чайная ложка. Поэтому даже если мы не едим там шоколадки, конфетки и газированные напитки, то есть мы можем набрать в своем рационе вот большое употребление сахара за счет употребления там макарон и там других каких-то продуктов. Поэтому желательно исключать там белый хлеб, да, то есть выпечку из белого хлеба, макароны, макаронные изделия. И всегда читать, наверное, продукты, оборотную сторону. Да, да, да. Можно, нужно завести дневник, записывать свой, то, что скушали, свое меню, да, ну и делать из этого выводы, то есть смотреть на свои ощущения, эмоции, то есть и смотреть. Ну да, то что мне тоже, вот само слово диета, конечно, оно такое очень, да, сейчас вообще в современном мире уже говорят не диета, это правильный рацион, да, то есть правильный рацион подобрать, это всегда и помогут, да, и врачи, да, и первичного звена, да, и стоматологической службы обязательно, да, то есть как бы вкупе. Ну, раз мы сказали про сахар, тогда вот скажите такой вопрос, Надежда Николаевна, о сахарозаменителе, да, их же есть такие сахарозаменители, ну, само хочется, да, вот в каких пропорциях, может быть, их можно, да, и вообще где их взять, вот эти сахарозаменители, где они находятся? Сахарозаменитель, да, конечно, сахар нужно уменьшать обязательно, да, то есть вот ВОЗ нам говорит, что человечество очень много кушает сахара, и если мы снизим потребление сахара на 10%, то мы исключим большое количество, там, процентное ожирение и развитие кариеса. Существуют сахарозаменители, но они все тоже неоднозначные, например, есть сорбит, да, и ксилит. Сорбит, ксилит, да, самостоятельно. Да, сорбит, да, но это довольно-таки такой, этот сахарозаменитель, который очень любят бактерии и очень хорошо размножаются. А вот ксилит, например, употребление ксилита, он снижает рост бактерий, развитие и причем очень хороший гликемический индекс и очень калорийность низкая. То есть если... Понятно. Да, также есть в жевательных резинках ксилитам, то есть желательно, можно их использовать. Надежда Николаевна, а вот зубные пасты сейчас такое разнообразие, там, с серебром, с цинком, там, с разными компонентами, чуть ли не золотом, да? Вот. Как человеку сориентироваться, вот как выбрать зубную пасту правильную? Может быть, что-то подскажете? Ну, специалистам, согласно, то есть при осмотре зубочелесной системы, да, то есть при наличии есть или нет патология ткани парадонта, да, то есть подберет зубную пасту. То есть подскажет даже, да? Есть профилактические, есть лечебно-профилактические и лечебные зубные пасты. Например, если сухость в полости рта, да, то желательно, например, ополаскиватели не использовать, там, со спиртом, да, и с хлоргексидином, чтобы ополаскиватели не содержали эти вещества. Ну, когда выбираем зубную пасту, нужно обязательно, чтобы это была зубная паста, клинически опробирована в России, и также рекомендована стоматологическая ассоциация России. Нужно обращать внимание, чтобы на ТОБе был срок годности и указание количества микроэлементов, например, количество фтора. И, например, если большое количество, то есть это полторы-две тысячи пи-пи-м, чтобы было желательно. Ну, у нас сегодняшняя тема звучит уход за полости рта при сахарном диабете, да? Ну, в принципе, такие правила, они такие вот, я так скажу, что они общие, да, для всех, в принципе, да? И, ну, есть какие-то такие некоторые моменты, да? Но я хочу тоже к телезрителям обратиться, сказать, что сахарный диабет – это не приговор, да? И, в принципе, просто нужно следить за собой, да? Выполнять рекомендации врачей, которые вам, да, сказали, врачей-стоматологов, да, если мы говорим на эту тему. И тогда будет все в порядке, все будет хорошо. Поэтому, как бы, я считаю, что всегда медики рядом, всегда подскажем. То есть не надо бояться тоже зубных врачей, да? Надо приходить, посещать. Сейчас очень все современно, да? У вас и оборудование, да, и новые различные там методики, да? И поэтому нужно приходить просто своевременно к специалистам. Регулярно. Регулярно, да. Регулярно. Регулярно приходить. Ну, Надежда Николаевна, ну, еще, может быть, какие-то такие добрые советы, может быть, еще скажете нашим телезрителям, может быть, касаясь вашей именно специализации? Ну, регулярно приходите к стоматологу, и стоматолог поможет предотвратить и стоматологические заболевания. Хорошо. Ну, и еще вот хочу спросить тоже, вот мы практически в каждой программе говорим, да, про здоровый образ жизни, да, что действительно очень важно. Двигательная активность, отказ от вредных привычек. Давайте тоже еще раз скажем телезрителям, да, что вот насколько это тоже вот влияет на здоровье полости рта и зубов, и в целом на здоровье человека. Ну, конечно, зубы нужно чистить дважды в день, да, то есть утром и вечером, причем утром мы чистим зубы после завтрака. По времени это где-то в среднем где-то 2-2,5 минуты нужно чистить. То есть уделить этому время надо. Да, желательно уделить этому времени, да. Использовать зубную пасту, вот как уже было рекомендовано. Если в полости рта, например, непросто, бывает так, что и проблемы, например, с зубами и проблемы с десной, то есть с тканями парадонта, то можно использовать 2 пасты, то есть утром с разным составом. Утром, например, мы чистим с микроэлементами зубную пасту, а вечером мы используем с травами зубную пасту. Ну, то есть регулярно... Ну и вредные привычки, да, вы скажете? Ну, это, конечно, исключить вредные привычки, да, умеренная физическая нагрузка, свежего воздуха, фрукты, овощи именно не консервированные, а вот желательно свежие покупать. То есть именно сбалансирует питание, то есть именно вот фрукты и овощи. Спасибо большое, спасибо. Ну, что ж, вот такой интересный у нас сегодня разговор получился. Я всем желаю здоровья, берегите себя, до новых встреч. Ваш доктор Смирнов.